Добрый день! Он сегодня добрый по определению, потому что это первый день лета. В эфире программа «Мимо нот» веду я, Евгений Додолев, а мне помогает Юлия Щетинина, которая недалеко, как вчера, защитила диплом Бастанкина, и получила пятерку. И наша жестокая комиссия всего три пятерки дала слушателям, поэтому Юля заслужила право представить нашу сегодняшнюю гостью, задать ей первый, второй, третий, семнадцатый вопрос. На эфир, да. А в гостях у нас сегодня актриса театра и кино, вокалистка и ведущая Маргарита Бустрякова. Добрый день! Очень приятно. Маргарита, пока готовилась к эфиру, узнала, что ваша первая самая роль была ещё в детстве. Вам было 3-4 года, и вы играли в фильме с такими известными актёрами, как Николай Караченцев и Лариса Удовиченко. Вот, расскажите о своём первом кинематографическом опыте. Мне было 3 года, и как это бывает с киношными детьми, естественно, на картине работал папа, он писал туда музыку. Вот, и естественно, со всеми, кто, со всей группой я была знакома заочно до. Вот, и как-то вот так вот, как-то решили между делом попробовать ребёнка. И мы сидели минут, наверное, 40, сидели, дети же ждать не любят, вы знаете, я сидела мялость, мялость, мялость. И, наконец, я дождалась какой-то паузы и спросила, кого ждём? И в этот момент все как-то обратили на меня внимание, потому что в кино фраза «Кого ждём?» в общем-то самая актуальная фраза, потому что всё время кого-нибудь ждут, какого-нибудь мифического персонажа, который что-нибудь задерживает. Вот, и вот так случилось утверждение в этой картине, и Лара Удовиченко, которая играла мою приёмную маму, она до сих пор говорит, что она моя крёстная киномама. Больше скоро вы упомянули папу, то я понимаю, что ваша биография достаточно широко известна, но для тех слушателей, зрителей, которые не знают, кто ваш папа и кто ваша мама, вы, пожалуйста, расскажите. Да, мой папа, у вас как принято? Смотрит в камеру, смотрит на вас, куда? Это радио, поэтому вы сможете смотреть в потолок. Можно смотреть в стакан. Папа – заслуженный артист СССР, композитор Владимир Быстряков. Самое известное, что знают на сегодняшний день наши поколения, это мультфильм «Остров сокровищ». Все песни, вся музыка к этому фильму была написана папой, да, и это, в общем, библия моего детства, потому что первые песни мои были, естественно, песни из этого кино-мультфильма, вот. Ну и также есть две такие культовые песни того времени, это «Куда уехал цирк» и «Леди Гамильтон». Можете напеть хотя бы одну из них, потому что я забыл уже о меня. Сейчас я знаю точно, что мама слушает наш эфир, не знаю, слушает ли папа, я тихо раз не вспоминаю. Ну, для того, чтобы я вспомнил, ну, может быть, кто-то из слушателей, кто тоже. Валерий Леонтьев, кажется. Валерий Леонтьев пел, до него пела Погачёва. Вот дай бог мне моей детской памяти. «Куда уехал цирк? Он был ещё вчера, и ветер не успел со стен сорвать афиши. Но больше не горят его прожектора, под куполом оркестр его не слышен. Но больше не горят его прожектора, под куполом оркестр его не слышен». Вспомнил. Вспомнил. Я помню лучше, чем Леонтьева. Юля? Хорошо, Маргарита, вот смотрите, я всё по вашей карьере. Потом у вас был такой перерыв творческий, да? После этой роли вы где-то ещё снимались? Можно сказать, да, после трёх лет у меня был творческий застой, меня не звали, обо мне забыли. Ну, конечно, был период без кино, к сожалению. Дальше была роль в 10 лет в фильме «Остров любви». Это была историческая костюмированная картина. Это, конечно, самое большое удовольствие, в этом было это платьюшки. Платьюшки, старинный поезд, в котором мы ехали. Я уже сюжета не помню вообще, что там происходило, абсолютно. Но самое яркое это было впечатление, что мы были в платьях с подъюбниками, здесь рюши всякие, было так затянуто, что была спина. Вот, и после этого я уже даже, честно, не помню, было ли что-то ещё, ещё, может быть, такой мимолётный. Дальше как-то резко наступил первый курс в ГИКа. Вот, и началась взрослая жизнь, я переехала в Москву. Но вы закончили в ГИК? Нет, это прекрасная вообще совершенно история. Я поступила во ВГИК, потому что моя мама в моём возрасте, поступать на возрасте, она мечтала поступить во ВГИК, она туда не поступила. Вот, и, естественно, что отцы не доели, мы доедим. Вот, надо было поступить во ВГИК. Я поступила во ВГИК, отучилась там год, и, значит, показательно оттуда была исключена, уж точно за что, я не знаю, но, в общем, оценки были ужасающие, и я оттуда вылетела. Это была несправедливость? Или... Ну, я затрудняюсь сказать, потому что... Может быть, преподаватели слишком строго к вам относились? Слишком ли строго? Ну, вообще, мне кажется, в принципе, преподаватели в театральном институте относятся строго. У них есть пара любимчиков, всех остальных в основном порют. Вот, были ли они несправедливы ко мне, я не знаю, потому что они в одночасье говорили, что мы тебя взяли за животную органику, что бы ты ни делала, что бы ты ни говорила, все выглядит, блин, органично. Ну, при этом, за что они мне выгнали, я не знаю, но вообще это была, конечно, удача большая, потому что, так, оглядываясь назад, я понимаю, что ВГИК это была для меня школа жизни, когда девочка домашняя, которая с пирогов, с борща, с дома, где все тепло, хорошо и уютно, где все тебя любят, вдруг оказывается в Москве, тебя начинает, в общем, жизнь бить ключом исключительно в голове. Другой глагол я бы хотела бы употребить, но он был прочитанным. А вы единственный ребенок? У мамы нас двое, у папы нас четверо. Ого! Так, и вот чуть-чуть в сторону от вашей биографии расскажите про ваших братьев, сестер, сестер. У меня есть брат, младший брат мой, который у папы с мамой общий, он сейчас учится в Москве, заканчивает первый курс в институте современного искусства, по-моему, ИСИ, вот, актерский. Тоже, собственно, в нашу историю. Мама у нас актриса, папа у нас музыкант. И мы, естественно, оба занимаемся и актерством, и музыкой. Я пою, брат играет на гитаре, он учился, как-то, не знаю, дополнительный специальный образовательный, да как-то, в общем, он гитарист и актер. Вот, и еще есть двое маленьких, это папины личные, ну, то есть у них, конечно же, есть мама, но с нашей точки зрения они у него индивидуальные. И они еще слишком маленькие, чтобы о них что-то такое большое рассказывать, но папа их тоже потихонечку сует в кино, Маша играет на фортепиано, Саша где-то там озвучил какую-то рекламу. Ну, в общем, всех детей, так или иначе, насильно или по доброй воле запихивают в искусство, шансов не оставляют. А, то есть родители разошлись ваши, да? Сколько вам было лет? Ну, это длилось долго, наверное, лет 10 потихоньку, как две медленные баржи расплывались. Вот, лет, наверное, с 14... Ух ты, это такой неудачный для такого рода опыт. Для человека, да, для актера хорошо. Есть о чем поплакать, понимаете, есть что подложить, когда нужно... Ну, как раз после этого мы уехали в Москву. Я уехала, мне было 17, а родители начали расходиться где-то лет в 14, может быть, в 12, так уже память особо не хранит, но как бы для трагедии такой, когда ты приходишь к психотерапевту, ты говоришь, мои родители развелись, я росла в неполной семье, до этого достаточно. А скажите, вы гид не закончили и решили переехать в Петербург? Там еще был год ГИТИСа. Вы еще в ГИТИСа. Там еще был год ГИТИСа, да, если первый год это был год... Такая вы ветреная. Не то, чтобы я ветреная, но может быть, в принципе. Второй год это был курс Стебло в ГИТИСе. Вот, да простят меня, если, не дай бог, кто-то меня услышит из тех, кто там... В общем, это была чистая вода и неудача по всем фронтам, скажем так, и педагогов. Нет, у нас-то все было нормально, мы как бы работали, мы что-то делали, приносили, ходили на занятия, у нас все было хорошо, но очень был странный курс, и к концу года нас, по-моему, было 16 человек на курсе, и 12 человек перепоступили в другие вузы. Курс был, на самом деле, толковый, многие сейчас снимаются по театрам, все просто... Например, кто снимается? Яна Бугрова, я не на Бугрова. Володя Логвинов, по-моему, тоже снимается. Это Аня, господи, фамилия вылетела у меня из головы, которая играла в сериале «Школа», рыжая такая, рыжую бестию. Смотрела сериал «Школа». Ну, в общем, Шепелева, Аня Шепелева, да. Шепелева. Вот, это, собственно, вот наш курс. И мы все разбежались, поступили, мне посчастливилось, я на поступление познакомилась с Наташей Земцовой, которая сериал 80-е. А, может, знаете. Канал «Стес», да, сериал 80-е. Вот, мы как-то с ней задружились во время поступления, и она говорит, а я вот еду сегодня в Питер, там набирает очень крутой мастер. И я такая, ну давай я с тобой за компанию, и, в общем, благодарна Наташке. Это спонтанное такое решение было, не то что продуманное. 18 лет, мне кажется, все спонтанно. Все по-разному. Ну, вот, в моей жизни было спонтанно все, и я очень рада, что встретила Натаху, она потащила меня с собой в Питер. Мы поступили с ней на разные курсы, но я поступила к Альву в Оренбургу, и за что несказанно благодарна вообще судьбе Наташи и тем, кто меня не взял, потому что у Оренбурга был самый последний набор. Вот, это выдающийся режиссер, удивительный человек, он, конечно же, нас хреначил по полной морде, вот, но профессию он нам дал, и дал время сло. Но в Питере, я понимаю, вы не остались. Да, в Питере я не осталась, потому что я не понимала, куда деться. На момент, когда, вот, 2010 год, в Питере снималось море сериалов и в среднем одна-две картины полнометражные в год, делать было фактически нечего, потому что во всех вот этих вот сериалах, а там в основном ментовские сериалы, везде я уже переснималась. И, в общем, куда дальше было непонятно. Большие театры, ну, как-то не лежала туда душа. Один режиссер, мне нравился с ним, как бы не срослось мастер в театр, почти никого не взял, что оставалось ехать в Москву. А кто нравился? Нравился мне Баргман. Вот, но у Баргмана там вот у него такая вот текучка, он приглашает кого-то, кого-то там кто-то уходит, вот. Вот, с ним не сложилось, но зато я уехала в Москву, прекрасная совершенно была история, как я уехала в Москву. Я приехала на пробы, и вот я еду с Мосфильма в маршрутке до метро. А что за пробы, что за фильм? Я уже не помню, это не суть даже, что это было. А я ехала тогда в Москву и думала, что нужно как-то остаться, вот надо, чтобы эти пробы сейчас срослись, и я должна остаться. Почему? Потому что очень хотелось остаться в Москве уже, уже всё. Вот тогда было убеждение, сколько мне там было, лет 20, наверное, было. Я была уже всё, я должна вернуться в Москву. Ну, так и всё, восторженным. И очень хотелось вернуться в музыку, потому что музыки давно не было в профессиональном смысле. И я еду, и за моей спиной слышу, по телефону разговаривает молодой человек, говорит, мы сегодня дописали флейту, приезжай, завтра будем сводить. Я поворачиваюсь, говорю, вам вокалистка не нужна? Какая вы смелая девушка. Вот, в общем, значит, я ему протянула блокнот, говорю, пишите имейл, я вам пришлю демки. Он мне написал имейл. В общем, через месяц мы сыграли первый концерт, через два месяца мы уже жили вместе, и так далее, и тому подобное. И он меня отвёл, заставил меня учиться, заниматься музыкой. Я сначала занималась академическим вокалом, потом я поступила в колледж, Московский колледж импровизационной музыки на джазовый вокал. И я не сказала ему благодарна за это, потому что вот просто это был мой такой, знаете, выиграть в лотерею по трамвайному билету, вот по маршруточному билету я встретила человека, который меня вернул в мою жизнь. Име-то есть этот человек? Да, его зовут Николай Иншаков, я очень хотела прийти с ним сегодня сюда, но мне сказали, что... По формату, да. По формату, да. По формату, да, он композитор-мультиинструменталист. И так сложилось, что... Он имеет отношение к Иншакову? К Иншакову, он, по-моему, дядя, где-то там седьмой ребро от того самого. Прошло время, мы уже с ним как бы перестали жить вместе, но работать продолжили. И на тот момент я встретила Вадима Викторовича, вернее, как это явление Вадима Викторовича Демчук, встретил у нас. И когда мы начали делать спектакль «Орлики не ада», я думаю, что вы уже в курсе, да, наверное, ваши слушатели тоже, Вадим Викторович у вас был, возникла потребность создать некую партитуру спектакля, потому что она ёмкая. Не знаю, вы были у нас, не были на спектакле? Не были. У нас там десятиэтажная музыкальная партитура, там и шумы, и подложки, и эффекты, и музыка, и музыка написанная, и музыка здесь нарезанная, порезанная. В общем, нужно было создать некий такой огромный калаш, и нужен был для этого грамотный человек. И я такая вспоминаю, что был в моей жизни такой мужчина. И, значит, я пригласила его к нам, он нам сделал роскошную совершенно партитуру нашего спектакля, даже какое-то время, года два, он вёл как звукорежиссёр эту историю, и потом возник спектакль «Закрой глаза и смотри». На нём вы тоже не были. Ай-яй-яй. Друзья мои, ну это же, это же вот настоящий вот театр жив, что называется. Надо прийти. Да, кто-то ходит, спектакль, а кто-то их пиарит, чем они сейчас испытали. Ну, в общем, мы выводились так и видят, да, слушают треки. И мы сыграли этот спектакль два раза, как чтецкий спектакль под фоновую музыку, мы выбирали треки, там что-то было написано специально, и мы вот так вот играли. И поехали мы, значит, на гастроли с Орликиниадой в Петербург, и за кулисами мальчишки дурачились, наш, собственно, Николай Иншаков, который тогда просто как звукорежиссёр вёл спектакль Орликиниада, он стал что-то играть на фортепиано за кулисами, пока там настраивали на сцене, рядом с ним пристроился наш актёр Андрей Ланд, тоже стал что-то играть, начитывать что-то сверху, я пристроилась с камеры, что-то начитала к ним сверху, и тут нас с Андреем Ландом озарило. Мы просто переглянулись, я говорю, пойдём, пойдём к Вадиму, мы пришли к Вадиму, Вадим Викторовичу, у нас гениальная идея, давайте всё то же самое, только Коля будет играть живьём. И это, конечно, создаёт удивительный эффект, потому что, когда возникает контакт и обмен между актёром играющим и играющим музыкантом, когда возникает одно дыхание, одно движение, и даже вот то, что мы могли договориться на репетиции, да, вот здесь давай чуть громче, здесь чуть тише, чуть медленнее, здесь сделай паузу, и возникает какая-то совершенно новая жизнь, потрясающе. Это такое удовольствие, как, наверное, бывает между актёром и актёром, но здесь, поскольку ты с ним не взаимодействуешь напрямую, как ты можешь с партнёром взглядом взаимодействовать, да, или там бы в пространстве как-то он где-то вот за правым плечом там сидит, но ты чувствуешь его, как он чувствует тебя. И это возникает, конечно, совершенно удивительная история, и я помню, что, когда он только пришёл к нам в театр, девочки узнали, что это мой, в общем, бывший гражданский муж, и я сказала, Рита, ты что, он же маленький, бородатый такой весь шерстяной, и я говорю, девочки, всё поймёте. Вот, и каждая после первой репетиции с ним, когда они вот это вот почувствовали, удивительное это явление, я помню, мне приходили смс-ки, Рита, я тебя поняла, это у меня была репетиция, я всё поняла. Вот, давно с Димчугом работаешь. С Вадимом Викторовичем мы с 2012 года, там тоже возникла такая история, что у нас на курсе в институте, поскольку Вадим Викторович играл в театре моего мастера какое-то количество лет, потом он уехал в Москву, и кто-то из наших ребят принёс его книгу «Самоосвобождающаяся игра». Она попупительно сложно написана, её понять вот в первом издании, я тогда подумала, что только Вадим Викторович и буддийские монахи могут это прочесть. И мы, но мы её читали. Мы читали, мы что-то пытались для себя из этого вынести, вот это была наша такая, такой наш подпольный Солженицын, который передавали под столом, а педагоги на это так скептически сверху смотрели. И мы переписывались с моим московским другом, он мне посоветовал эту книгу, я ему прислала кадры Вадима Викторовича из спектакля «Оркестр Льва Оренбурга», совершенно потрясающий спектакль, Вадим Викторович там, конечно, играл просто удивительно. И я смотрела эти отрывки и думала, блин, я хочу научиться вот так, я хочу научиться вот так. И мы, значит, с Егором обменивались, Егор, это вот Егор Федотов, который собрал нашу всю команду, с которым мы друг другу, значит, советовали разные творения Демчога. И спустя года полтора он написал мне, что я достучался до него, чтобы он собрал труппу. И, конечно, удивительно было на первой встрече увидеть такое количество знакомых лиц, оказалось просто, что все свои. Из человек сорока было вот человек пятнадцать своих, нас осталось в итоге одиннадцать. Те просто кто по группе крови, даже особого кастинга не было. Просто кто способен впрыгнуть, нафантазировать, сыграть, здесь все склеить, придумать еще другому, связаться с ним, а-ла-ла-ла, вот это вот в этом сумасшедшем шабаше, как Вадим Викторович называет это «Ведьмин котел», вот те, собственно, и остались. Вот так началась наша история, ночными репетициями. Изголодавшиеся все, мы были там год-два после института, и кто не устроился в театре с безумной жаждой играть, что-то создавать, что-то творить, делать нестандартно, нестандартные решения, чтобы можно было. И он, в общем, позволил нам все, сказал, ну, кого хотите сыграть, того приносите. А вам никогда не хотелось сыграть у, скажем так, классических каких-нибудь режиссеров, там, где вот этого всего балагана нет, попробовать себя в каком-то другом делать? Да, есть, конечно же, один режиссер, которого я обожаю, это Юрий Бутусов, и это, на мой взгляд, один из величайших режиссеров нашего времени и нашей страны. Обожаю, просто обожаю, и там абсолютно питерское мышление, питерская школа того, как он работает, да, как работают актеры с ним, это то, как мы учились. То есть, ну вот, прям вот отсюда, знаете, как нас начали. Ну а смогли бы уйти от Демчега к Бутусу? Уйти. Ну вот он позвал вас, дает вам главные роли, естественно, заняться. Ну, я бы, знаете, я бы смогла изменить Демчега с Бутусом, но они уйдены совсем. Демчег рассказывал, что его манеры работы с вами, ну не с вами персонально, а с соседей труппы, это провокации и унижение. Вы там употребляли главу «херачить», я так понимаю, что он у вас херачит. То есть, вы воспринимаете это как какой-то вот элемент игры, или вы там все собрались такие мазохисты, которые получаете от этого удовольствие? Ну, поначалу мы, конечно, были, не были еще херачимы, а поначалу это была сплошная любовь, от которой мы просто все прифигели. Боже мой, а как же можно нас так залюбливать? А ты приносишь какую-то хрень. Там стишок прочитал и пухнул на свечку, она зажглась. И Вадим выскакивал, говорит, это гениально, сейчас мы здесь сделаем вот так, вот здесь вот мы достроим, сейчас ребята вот здесь встали, встали, да, и там у вас идет охуенчик номер пять, играем, да, все. Во, во, подождите, как, я же ничего толком не сделала. И на это дело наслаивалось такое вдохновение, на это приятие, на эту любовь, что мы довольно быстро мы сделали этот спектакль, он получился шестичасовой, просто огромный. И потом, когда мы встали на ноги, поняли, что, ну, в общем, мы такие ничего, да, Демчок, конечно, крут, но мы тоже ничего, да. И в этот момент он почувствовал, что, как бы, все, они встали на ножки, можно бить по попке, попка досягаема. И здесь началось, естественно, уже, когда надо, он прикладывается. Грамотная технология. Ну, конечно, да, двоих детей же вырастил, понимают. И надо дать должное, конечно, нашей команде, которая понимает, что эта игра, игра это наша религия, религия, которую проповедует Вадим Викторович, которую, в общем, с радостью все подхватили. И мы понимаем, что каждая ситуация сложная, ситуация конфликтная, ситуация кажущаяся безвыходной, это такая же игра, на которую можно посмотреть со стороны, увидеть, что и существует некая динамика, групповая динамика, системная динамика, в которой происходят процессы, есть фигуры, есть персонажи, между которыми что-то происходит. И, в общем, мы уже привыкли к тому, что можно позволить себе или позволить другому, чтобы у него случился какой-то взрыв, да, не взорвется он, взорвется какой-то другой. И, в общем, мы существуем, в принципе, как такая семья, принимающая друг к другу, ну, да, остаются от кожаных ремней, следы на попе, ну, что же делать. А вот смотрите, Маргарита, вы в театре играете, снимаете кино, поёте, ведёте всякие мероприятия, как, например, какие-то корпоративы, свадьбы, да? А в чём вы больше, то есть, в чём вас больше? Вы певица, может быть, или актриса? Здесь надо выбрать что-то одно, вот эти, вот эти титровать надо одним термином, что это будет? Может, это, конечно, будет громко звучать, но больше до девятого месяца, последний спектакль мы с ней сыграли, она уже просто ногами, руками во все стороны стояла, но на время спектакля она затихала, она умничка в этом плане. Играли мы спектакль «Закрой глаза и смотри» для слепых. Поэтому, собственно, мы и рискнули, потому что меня никто особо видеть не будет, я была в огромном широком чёрном платье, вот, но играть она мне совершенно не мешала, вот, она такой молодец, она могла бушевать до последнего. Я потом садилась, я говорила, пупсичек, пожалуйста, барсучочек, сейчас мама часик поработает, пожалуйста. И она там, хоп, складывала лапки, засыпала. А вот у вас мама актриса, а бабушки у вас тоже богемные? Нет, у нас была сколько-то богемная папина бабушка, я так понимаю, что в искусство она его отдала, возможно, из-за своих вот этих вот взглядов, но бабушка по маминой линии работала в торговле, была в этом довольно успешным, талантливым человеком, а папина мама преподавала английский язык, так что мои родители, в общем, ну, хотя у папы, у папы, у мамы, дедушки у нас художники, все писали картинки. Тоже богемы. А Софья будет актрисой? Мама надеется, мама надеется, папа у нас ведущий, папа тоже публичный человек, папа ведёт всякие торжественные мероприятия, концерты, свадьбы, корпоративы и т.д. И поэтому я думаю, что у нашей бусечки вариантов тоже особо нет. Знаете, я этот вопрос вот задаю всем людям из вашего цеха, про дочерей, ну и про сыновей тоже, но про дочерей, актёры, режиссёры, ну и вообще богемные, почти всегда единоношно говорят, что они не хотели бы, чтобы дочь пошла вот в эту профессию, потому что, ну, приходится всё время отбиваться. Но это сложная профессия, безусловно. Нет, она сама по себе сложная, но здесь вот именно компонент, потому что, если девушка красивая, то ясно, что её там хотят уронить в койку, а у режиссёров так это просто вот как бы ритуальный характер носит. У вас есть какой-нибудь собственный ноу-хау, как вот человеку объяснить, почему это невозможно? Или у вас недостаточно большой опыт взаимодействия с режиссёрами? Вы знаете, меня не то чтобы сильно часто пытались положить в койку по делу, да, для каких-то профессиональных целей, но так пару раз было, но я помню, когда у меня было летом 21 или 20, я папе сказала, что папа, я хочу познакомиться с многим человеком, я решила выйти замуж, папа мне сказал, как, а как же ты будешь спать с режиссёрами и продюсерами. — У вас чувство эмора – это за чёт. — Поэтому я скажу вам так, я думаю, всё немного проще, если есть характер и если ты знаешь, чего ты хочешь. В моей жизни не было такого, что мне предложили, я согласилась, и тут открылись, значит, золотые призки. Не случилось, но бывает же и с чувством, правильно? — Конечно. — А вдруг в неё влюбится режиссёр или композитор? — Так в основном бывает, как мне объясняли режиссёры. — Ну, может быть, да, может быть низменно, может быть с хорошим результатом и личностным, поэтому я думаю, что если будет волевой человек с хорошим аналитическим мозгом, с пониманием того, что она себе представляет и чего она хочет, то она разрулит как, какими средствами, к чему идти, что нравственно, что безнравственно. — Смотрите, вот Татьяна Толстая однажды сказала, а потом и написала, что она никогда не приглашала в свой телевизионный проект, у неё был телевизионный проект с Дуней Смирновым, тоже из кино киношного человека. — Школа злословия. — Да, Школа злословия, да. Что они никогда не зовут людей вашей профессии, потому что, это я цитирую, чтобы не надо меня испопилять, что люди пустые, что хороший актёр – это тот, который может сосуд, в который можно что-то налить, и только тогда он хороший актёр. А в принципе, сам по себе он пустой, и там никого нет, некого приглашать, потому что всегда взаимодействие происходит с тем или иным образом. — С личностями. — Нет, личности нет, что это всегда маска, и вот неинтересно. Ваш комментарий такого обидного тезиса Татьяны Толстой? — Ну, Татьяна Никитична, конечно, очень умный и интересный человек, и я обожаю Школу злословия, я просто сижу и кайфую. Что я могу сказать от себя? — Я думаю, что каждый может интерпретировать актёра и своё отношение к касте актёров, экстраполировать и клеить ярлыки, бога ради. Но лично мне кажется, что актёры, как и все остальные люди, бывают пустые, бывают содержательные, бывают разнообразные. Вот я вчера снималась с Алексеем Серебряковым. Вот как-то не поднимется у меня язык сказать, что он пуст. И любимый мой Хабенский Константин. Тоже как-то вот не могу сказать. Не повернётся сказать, что он пуст. — Вы сейчас вот апеллируете Толстой, поэтому смотрите на меня, но вы видите. — Вижу, да. — Надеюсь, надеюсь. — Татьяна Никитична, может быть, когда-то мне посчастливится, встретится с ней где-нибудь в прямом или в записанном эфире. Я думаю так. Вот, возвращаясь к нашей религии, игры нашего театра и то, что мы пропагандируем признавать и принимать в себе свою разность. И вот этот момент, когда, да ты чего, ты же не такая, что у тебя с голосом вообще? Да может быть, я сегодня в таком настроении, я такая. А завтра я с небритыми ногами в джинсах и в майке и курю сигарету и говорю другим голосом, потому что настроение у меня другое. Хочу я другого. И это тоже буду я. Да, какой бы я ни была, я всегда буду оставаться я. Бога ради, кто-то наполняет этот сосуд, мужчина наполняет ребенком, режиссер наполняет ролью, фильм наполняет настроением. Как бы там ни было, если есть тема, о которой хочется поговорить, мне кажется, можно поговорить с бабушкой вахтершей и ты что-нибудь услышишь. Она не только красивая, но и добрая, подумал я о вас. Потому что ты стычкин, мне на этот вопрос он ответил совершенно очевидно, сказал, что что-то у Татьяны Никитичны не сложилось с личной жизнью, сказал он, отвечая на этот же вопрос, который я задал вам. Вас вообще, в принципе, чем можно обидеть? Что вот вызывает у вас досаду, ощущение несправедливости, неправильности? Вообще, конечно, понятие справедливости уже давно ушло туда, на чердак, к искусственным. Хотите поговорить об этом? Честно говоря, вспоминая какие-то обиды, я могу сказать, что только близкие люди могут обидеть. Даже, наверное, Вадим Викторович не может обидеть, даже когда он по полной морде может отплюстать. То есть, если мы говорим, допустим, о профессиональной театральной критике, то это вообще вас не занимает. То есть, если вы что-то читаете в благосфере… Какие-нибудь комментарии к вашим спектаклям или то это вас никак задеть не может, потому что… Вы знаете, то, что мы имели негативные комментарии в прошлом, они как-то никогда не задевали. Даже когда это были профессиональные люди, там, критики или режиссеры или костинг-директора, как ни странно, костинг-директора, приходящие на спектакль Орли Кенядо, уходят в антракте. Они этого не выдержат. Хотя, с точки зрения портфолио актерского, это удивительный набор. Потому что там каждый играет то, что он хочет и раскрывается максимально. Но если бы, наверное… Вот там кто бы… Вот Алексей Учитель или Никита Михалков пригласили бы на пробы и потом сказали, Рит, ну, наверное, это не ваша профессия. Ну, вот, наверное, я бы, конечно, расстроилась. А так, должна быть величина авторитета, наверное, очень большая, чтобы меня задело. Вот такая вот мой муж, моя мама, мой папа. Вот. Вадим Викторович, наверное, если постарается, может. Но там уже такая… такие отношения, что мы друг на друга не обижаемся. А можно вот я задам теперь вопрос? Прочитала у вас в соцсетях, вы там цитировали Познера о его любимом фильме, который перевернул его жизнь, «Продлетая над низом кукушки». Вот. А у вас есть такой фильм, который вы посмотрели и поняли, что-то для себя такое, чего раньше не замечали. Или, быть может, в фильме была какая-то такая фраза, которая так сильно вас впечатлила, в принципе, как Познера, например. А почему бы вообще вот этот пост возник? Я даже не помню, честно говоря, когда он был. Может быть, какой-нибудь фейк аккаунт? У вас, видимо, не один аккаунт. Еще не та величина, знаете, что были фейк аккаунты, пока только один. Он там приводил как раз-таки цитату про момент, когда они пробовали выдернуть раковину из стены, что он хотя бы попробовал. Наверное, вы как-то к этому апеллировали. Возможно, да. Скорее всего, там была речь, делал в самой цитате. Очень мне нравится этот фильм «Пролетая над гнездом кукушки». На какой вопрос сейчас надо ответить? Почему этот пост или был ли у меня? Ответить на вопрос, какой фильм в вашей жизни произвел малосильное впечатление? Один назвать будет сложно, но фильм «Начало». С декабря, да? Да. Фильм… Такая прям пошла вереница, просто понравившаяся. Прямо вы ее не держите в себе, прям вы же ничего не держите. Пошла вереница в очередь. Ну вот так, «Палада номер шесть», чудесный фильм наш русский. Он меня поразил, наверное, актерской игрой, потому что мужики просто, конечно, там работают роскошно. Не мучаетесь. Хорошо. Фильм «Дурак» очень хороший вышел, сейчас вот Юра Быков снял, очень хороший тоже фильм. А у вас бывает, когда вы смотрите кино и видите, как там кто-нибудь играет с вашей точки зрения не лучшим образом и думаете, и себя примеряете вот в эту роль, и вот себя видите? Да, сидишь, играешь изо всех сил, иногда бывает до слез, да, это бывает. А бывает, наоборот, когда вы видите кого-нибудь и для себя понимаете, я так никогда не смогу вот так посмотреть на голову, ну так сказать, или… Тут скорее бывает мысль, блин, как она это делает? Как она это делает? Это я обожаю Чурикову и обожаю Рапопорт. Две, конечно, удивительные актрисы. И здесь, мне кажется, это тот случай, когда природа сама, от природы психофизика человека такая, что он может сделать так, как никто, блин, не сделает. Вот про таких, да, про них. А кто из молодых режиссеров современных вам ближе всего, российских? Кинорежиссеров? Кинорежиссеров, да. Нравится мне Алексей Учитель. Ну, это он не очень молодой. Ну, я как-то затрудняюсь, но Юра Быков очень хороший режиссер, я про него знаю, потому что мы когда учились в Амкике, он заканчивал 4-й курс, и я смотрела спектакль и увидела, какой потрясающий актер. Вот. И поскольку мы знакомы, я как бы обратила внимание, что есть такой режиссер, снимает фильмы, а о нем знает вся страна и уже почти весь мир. Ну вот, например, Кирилл Серебренников, он такой провокатор тоже, как я понимаю, может быть, в вашей теме. А он вам нравится как режиссер, как театральный, как вот кино? Да. Подумайте, прежде чем отвечать, потому что Демчок сказал, что он ему очень не нравится. Я... Вы здесь вот аккуратно, на минное поле вас Юлия заваливает. Он ему очень не нравится, да, он сказал? Он сказал, что очень не. Ну, Демчок, во-первых, бесстрашный, во-вторых, Демчок уже годков ему по воле и может себе позволить. Я скажу так, что мне очень понравился фильм «Юрий в день», и после этого я пошла смотреть Серебренникова в театре, и я не поняла его в театре. Потому что для меня количество примочек было такое, что я, может быть, просто не успела за ними разглядеть, чего подразумевалось. Ну, очень прям винегрет был такой. Хотя, конечно, это вот режиссер на сегодняшний день большой масштабный, и, может быть, до понимания его тоже нам нужно дарить. А Константин Богомолов, например, вот вам нравится? Я не смотрела, честно говоря, я все никак не дойду, но пока вот, если спросить меня, Рита, что ты думаешь о Богомолове? Я думаю, что все засирают. Надо сходить посмотреть. Засирают? Очень интересно. У меня вот такой вопрос по музыке. Знаю, что вы являетесь автором спектакля «Перевернуть игру» с Дмитрием Маликом, да? Ну, соавтором. Мы все вместе писали, да, нашей небольшой могучей кучкой. И основной темой там идет разговор двух поколений. Как вы считаете, музыка влияет на мировоззрение человека и современное поколение какую музыку мы сейчас слушаем? Безусловно, влияет на мировоззрение, влияет на развитие. Музыка – это одновременно абстрактная и очень точная наука. Она развивает, она усложняет мозг. Она… Я помню просто какую музыку я слушала до того, как я познакомилась тогда в маршрутке с Николаем Иншаковым, и как эволюционировал мой вкус за это время. И наблюдая за ребенком сейчас, за своим, которая… как собирается ее внимание, когда она слушает музыку, когда мы с ней слушаем Прокофьева, когда мы слушаем Золушку, когда завтракаем утром кашу, или как она слушает Нета Кинга-Кола. Я понимаю, что там внимание невольно цепляется, и если дальше она начнет разбираться и копаться в музыке и учиться, то это, конечно, будет усложнять ее мозг. Я помню, как наша учительница по математике в школе говорила, что математика тем хороша, что она… Сейчас правильно, может, не переведу. «Лад Розу Мудае». Я буквально не училась. Вот. Ну, видимо, Влад приводит мозг. И поэтому лично я ратую за музыку многослойную, разнообразную. И если… мои личные предпочтения, конечно, я очень люблю Прокофьева, я люблю Чайковского, да простят мне это все, кто его не любит. И я обожаю джаз, я вот, собственно, учусь в колледже импровизационной музыки. И, на мой взгляд, джаз очень богат разными маленькими стилями, ответвлениями. Оттуда можно выбрать, да. И, говоря о том, что слушает современное поколение, очень большой сейчас выбор. Очень много хорошей музыки в том числе и даже… Вы считаете, например, что многие считают, что музыка, например, там умерла в шестидесятых? В шестидесятых, восьмидесятых, когда было развито это поколение рока, а сейчас это как-то все уходит, и это все уменьшается, как-то скукоживается, превращается в что-то… Ну, это немного странно говорить так, потому что, ну, с шестидесятыми умерла вся культура шестидесятых, она вот сейчас как-то, да, вот она существует, кто-то любит машину времени, продолжает писать музыку и так далее, они делают это так же… Нет, вы смотрите, вы в пример приводили композиторов-исполнителей именно двадцатого века, но вот именно двадцать первого что-то есть сейчас такое в нашем веку, которые пишут хорошо музыку, и это можно слушать? Можно слушать Крейга Армстронга, можно слушать мою любимую Бьорк, это удивительно образованнейший музыкальный человек, и она делает музыку очень разнообразную, электронную, она делает с симфоническим оркестром. Для тех, кто говорит, что музыка умерла с шестидесятыми, она умерла, потому что они уже, наверное, не откроют или не хотят, или, ну, как-то, да, открывают для себя что-то новое. Человек стареет и умирает тогда, когда он заканчивает развиваться, как мне кажется, да, и, как говорил мне мой папа. И продолжая интересоваться и открывать для себя новое и новое, люди рождаются каждый день, люди изобретают что-то каждый день, они продолжают писать музыку. Зайдите в консерваторию, их же там куча, и этих композиторов там тоже толпа. И я когда работала с Иншаковым, мы писали вместе песни, то я чуть-чуть столкнулась с этой тусовкой композиторской. И люди занимаются музыкой, они её пишут, и их будут слушать, и на Западе тоже много талантливых, поэтому музыка продолжает рождаться. У нас две минуты осталось, вы упомянули папу, и на мове что-то сказали, я вспомнил, что у вас же родители в Киеве, да? Это проблема, ну, вот, коммуникационная. Дело в том, что мы же в разных информационных живём полях. Я просто смотрю часто киевское телевидение, поскольку комеди-клаб очень сильно просел, и иногда просто непонятно странно смотрю. Или вы не обсуждаете с родителями вот эту составляющую политическую? Вы знаете, у меня табу с родителями на разговоры о политике, потому что они находятся в этом контексте, внутри, по самые уши, и поэтому, естественно, я нахожусь снаружи, меня это вообще не касается. Меня это коснётся в случае, если мне нужно будет заниматься их эвакуацией сюда. Либо, если как-то им будет угрожать опасность что-то, не дай бог, да? Ну, или если вы поедете... Ну, вот мы сейчас с Сонечкой поедем в августе купаться в Голубых озёрах под Киевом, к бабушке с дедушкой. Я надеюсь, что там не будет боевых действий. Но, да, у нас табу на этот счёт, потому что политика – это одна из тех тем, в которых есть однозначное мнение такое, однозначное сякое, 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 там никогда невозможно ни о чём договориться, это сплошной срач. И, в общем, это не очень интересно. А в коллективе у себя вы обсуждаете какие-то политики? Не обязательно связанные с Крымом и Донбассом, но вообще про политику разговариваете? Или вы целиком погружены? Ну, крайне редко. Возможно, из серии, что «Ой, Путин ботокс сделал», но он, в принципе, довольно сексуальный мужик. Всё. Как-то так. Это хорошо, и нашим, и вашим. Это здесь было очень сейчас грамотно. Последний вопрос, Юль. У меня последний вопрос такой. У каждого актёра есть, скажем так, свой Гамлет, о котором он мечтает сыграть. Что мечтает сыграть Маргарита Быстрякова? И я мечтаю сыграть Мидею когда-нибудь, возможно, в постановке Юрия Бутусова. И пока есть время, хочу сказать, поскольку мне дали партийное задание, сказать, что в июле у нас будет летний лагерь школы игры, тренинг. Я, кстати, его введу, это будет в Подмосковье. На сайте playschool.ru есть вся информация. Также у нас будет выезд на Альхон. И много интересного на сайте arlikeniada.ru. А спектакль ведь будет на днях. Да, 3-го числа, 3-го июня будет спектакль «Орлики неада». Билеты ещё есть, покупайте, приходите. Вы там играете? Конечно, я там играю. Мы там играем все, и Вадим Викторович тоже. Поэтому будем вам рады на наших тренингах, на наших спектаклях. И вообще, в принципе, приходите. Ну, там вот мы с нашими слушателями, зрителями и увидимся. Маргариту Быстрякову допрашивала Юлия Щетинина, и я Евгений Куликович. Всем спасибо. Спасибо.